Всем привет! Блин, вкусный какой-то, да? Скучный? Не знаю. Эй, всем привет! Рок-н-ролл, манапада! Сегодня маленький такой отчетик с трех рыбалок, на которых я был вот недавно. Привет, подписчиков. Ссылочка на мой канал будет ниже в описании. Да, ловил, конечно, не полной рыбалки. Было там полчаса, по два выезжал. Один раз только выехал на полдень, на день. Поймал там порядка десяти плотвиц. Так, для всех вот такая у меня сегодня мормышечка, полосатенькая, яркая, оранжевая. Там три мотофилючка, ну как, и погнали! Ну, все так вместе, ну, режу, все что-то снял, и все, конечно, снимал. Не снимал моменты, когда ловил на мормышку, бегал по улице, без палатки, без ничего. В те моменты, да, я не снимал, поймал там порядка семи плотвиц. Это Серега. Привет твоим подписчикам. Ну, поехали, я уже там три дырочки сделал. Три луночки я уже сделал. Это сегодня будет греть меня. Пустая баночка, в нее закинем свечечку. Будет такой компенсатор тепла. Кашка. Серега накидал перчаток. И вот такой основной у меня сегодня будет закорм. Это бетстримовская универсальная, ну, не знаю, холодная вода, не холодная, клеят наклейки. Брал ее за 36 гривен. Ну, может где-то дешевле есть. Брал не в самом дешевом магазинчике. Так, давайте будем крошиться. Чтобы все было проще замесить, надо какой-то небольшой сосуд, где-то емкостью под литр. Это как минимум. Высыпаем припормку. Добавляем что-то каши. Кашу я всегда использую. Крупные частицы хорошо держат хорошую большую рыбу. Ой, еще тепленькая. Немножко добавляем воды. И перемешиваем всю эту гадость. Где-то насыпано на три самосвальчика. Возможно, неполных три получится сейчас. Думаю, для стартового закорма пока хватит. Сейчас расставлю палатку, кину удочки. Подожду минут 15-20. Если клевать не будет, повторю за корм. Сразу всех хочу предупредить. Кормить надо каждую лунку, которую будете ловить. Так бывает такое, что если даже три лунки рядом, одну не закормите, то в той одной клевать не будет. Да, еще такой маленький момент. Не набивайте битком кормушку. Потому что, если вы ее откроете, она просто банально не высыпется. Насыпали так, сколько влезло. Трамбовать ничего не надо. И все у вас получится. Каждый раз скручивать леску тоже нет смысла. По той причине, что я сразу стабилизировал кормушку перед дном. Выровнял. И просто ее опустил на дно и открыл. Да, купил я в этом году вот такую металлическую кормушечку. Наконец-то. Намного лучше, чем пластик. Всем советую. Убираем шугу с лунок, пока не стоит палатка. Это, между прочим, важно. Палатке это делать потом будет не сильно удобно. Парыш расползся по всему ящику. Вот это печалька. Сейчас мы этих живчиков и закормим. Пока течения нету. Я бросаю все так сверху. Мне дали немножко воду. Ничего страшного. Мы переживем как-то. Да, не храните опарыши вот в таких прозрачных. Вот, например, я сегодня положил утром ее в ящик. И сломалась крышечка. Половина опарыша у меня распользовалась. Лучше хранить вот в таких вот пластиковых контейнерах. Здесь у меня с прошлой рыбалки мотыль. Он, конечно, замороженный. Так как я неделю не выезжал после той рыбалки. Не планировал. Я его сразу заморозил. И лишечком мы подкормимся. Не знаю, есть ли смысл замораживать мотыля. Но я не люблю что-то выкидывать. Добавим его в прикормку. На удочках у меня стоит по полграмма. Конечно, не под эту местность. Но я надеюсь, я с собой грузки не забыл. Дабы догрузить это все. Ну, в противном случае придется перемороживать. Вот лежал у меня в морозилке вымя. Запах до сих пор остался молока. Наверное, из-за того, что оно было свежезамороженное. Только по этой причине. Кузочек буквально полграмма. Одна дробинка. Не знаю, придется, наверное, добавлять. Ну, сейчас посмотрим. Да, и вот минус вот этих поплавков моих любимых. Вечно они разлетаются. Хватает на одну рыбалку. На две. Максимум. Какая-то леска намотана эта. Во, уже полностью развалился. Выбирать не с чего. Будем ловить на то, что есть. Надо попробовать их перед покупкой погружать в лак. Я думаю, это решит эту проблему. А вот и профессиональный рыболов. Рыболов. Да, да, сегодня вообще как-то никак. Хоть за грибами ходить. Ну, все сейчас у меня в холодильнике лежит, просаливается. Буду сушить. Снова опять под пиво. Ну, все как всегда. Проговорот выстворим. Ну, как-то так. Ну, а дальше все элементарно просто. Такие коротенькие моменты, как я ловил. Ну, в принципе, все видят, я не попал просто на клев. Да, я был в ней дважды за три недели. Последних был клев плотвы. Очень активный в нашем регионе. Один раз я на него попал. Но попал только с 6 утра до 9. Я находился на рыбалке. Ну, грубо говоря, ловил два часа. Ну, из тех двух часов я вот поймал там 2-3 хорошие таких вот плотвички. Где-то вот такого размера. Ну, в принципе, на этом все. Клево у меня и закончилось. Да, кстати, всех с наступающим Новым Годом, с праздниками, со всеми, с Рождеством Христовым. Ну, всех благ вам. Ну, и самое главное, мира вам. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!